Друзья, всем привет! Нахожусь на авторинке Зеленый угол. Давно на канале у меня не было видео, не было с ценниками. Да и вообще, в принципе, давненько не было видео. Поэтому сейчас пройдемся по одной из многочисленных стоянок. Авторинка Солнце светит из многочисленных стоянок. Авторинка Зеленый угол. Посмотрим, что у нас происходит с ценами. Сегодня такой диапазон, наверное, до миллиона. Сильно дорогие автомобили брать не будем. Цена ползет вверх. Цена ползет вверх не только на автомобиле, также на транспортные услуги. Но это уже отдельная тема для ролика. Итак, перед отъездом я снимал для вас вот эту стоянку. Посмотрим, что из автомобилей осталось. Можно будет сравнить по ценнику. Подрос он вверх, не подрос. Но я сразу хочу сказать. Многие автомобили поднялись в цене 10, 15, 20, некоторые даже больше. Итак, стоит Toyota Aqua автомобиль 2018 года. Это полноценный гибрид 765 тысяч стоит данный автомобиль. Рядом стоит точно такой же. Черный цвет. Лежит аукционный лист 3,5 балла. Пробег 104 тысячи. Стоимость такая же. 765 тысяч. Здравствуйте. Daihatsu Mira ES. Свежий кузов. Посмотрите, как изменился кузов автомобиля. Японцы молодцы. Приветствую. На месте не стоят. В 17-й год 4 ВД. 450 тысяч. Такой агрессивный внешний вид. Окей, кара. Зимняя резина. Скоро это будет уже актуальным. Автомобили на летней резине. Гонять в транспортную компанию я не буду. Вот, с утра пораньше кто-то приобрел. Нет, это пробежный. Suzuki Alta. 17-й год. Самый дешевый кейкар. Вот Suzuki Alta и Daihatsu Mira. Три двери. 300-350 тысяч. Можно подобрать автомобиль. Toyota Vitz. 4 ВД. Вариатор. 4 ВД. Только 1,3. Друзья, где цены? Куда подевались все цены на автомобиле? Покажите цену. Там цена есть. Сколько Alta стоит? 300 тысяч. 300 тысяч. А Vitz? Вит? Это, по-моему, водовый. Да, он 1,3 ВД. По-моему, он... 730, что-то говорили. Понимаю. Не ваш. 730 тысяч. Закрыт. Да, я ту снял, посмотрел уже. Не ценник надо. Филдер. Филдер. 17-й год. Также есть гибрид, есть передний привод, есть автомобили 4 ВД. Тоже цены нет. Так, друзья, ну что-то неинтересно становится без цен. Вот он, Филдер. 935 тысяч. 3,5 балла. 18-й год. 4 ВД. 1,5 л. 1,5 литра. 189 тысяч пробег на автомобиле. Мира ЕС 425 тысяч. 4 ВД. Сузуки Хастлер. 585. 2018 год. Ниссан Ноут. Столкнулся с проблемой поиска автомобиля. В данный момент ищу Е-Пауэр. Друзья, очень сложно. Не могу найти достойный автомобиль. Автомобили есть, но вот чтобы взять и предложить, не могу. Сегодня даже планируется выезд в Уссурийск. 430 тысяч. Клипер. НВ-100. 17-й год. 4 ВД. Терриус Кид. 465 тысяч. О, он открыт. Тойота Сиэнто. Есть гибрид. Передний привод. 4 ВД. С гибридными версиями. Проблема по наличию автомобилей. 17-й год. Полтора литра. 870 тысяч. Тойота Арактис. Субару Трезия. Одинаковые автомобили. 700 тысяч рублей. Есть 1,3. Есть 1,5. А Дэшка. Ну, это не Дэшка, это Ланцер. 17-й год. 539 тысяч. Грузовой рабочий автомобиль. В семью я бы такой автомобиль не брал. Вот если еще пробоксы как-то, по крайней мере, я рассматриваю в семью, то данный автомобиль нет. Но опять же, если брать пробоксы в семью, он должен быть с мягким салоном. Но для работы, для работы. Незаменимый автомобиль. Реально очень надежный. Еще один Рактис. Кнопка старт, подогревы, кожаный руль, коробка передач, вариатор. Хочу немножко вернуться к теме, да, пробеги на автомобилях. Друзья, японские автомобили, не путайте их с российской сборкой. Я даже не знаю, где остальные автомобили собираются. Я понял одно, то, что лучше японского автомобиля в принципе, в принципе, ничего нет. Я уже поднимал как-то эту тему. Многие обращаются, хотят минимальные пробеги. 30, 40, 50, 60 тысяч. Так вот, такие автомобили будут стоить намного дороже. Ну, берем просто, просто пример, да, допустим. Пробокс этот стоит там, 500 тысяч, да, с пробегом 150 тысяч. Так вот, целый по кузову в хорошей комплектации. Так вот, в такой же комплектации целый кузов с пробегом 30 тысяч. Он будет стоить, ну, грубо говоря, не 500, да, а 650, 700 тысяч. Поэтому, в принципе, такие автомобили, ну, мало кто везет. Потому что они просто зависнут. Собственно, к чему я веду. Летом я был в Питере. Я рассказывал, да, то, что я брал автомобили, каршеринг. Развитая тема. Так вот, после 60, после 60, 70, ну, это не автомобиль, это хлам. Сейчас я был в Москве. То же самое, пользовался каршерингом. Ребят, я убедился во второй раз. 50, 60, 70 тысяч. Сотка, это вообще хлам. Это просто хлам. Это тот автомобиль, на котором страшно ездить. Так вот, возьмите вы кейкарчик, да. Вот вчера взяли, приобрели кейкар Daihatsu Tanto за 470 тысяч. Пробег у автомобиля 160 тысяч. Человек знал, на что шел. Осознанно приобрел автомобиль. Цен нет. Вот хожу, хожу, цен-то нет. Так у него состояние. Ну, новое, это слишком сказано, да? Грубо сказано. Но ближе к новому. По салону. По подвеске. По работе двигателя. 160 тысяч пробег на машине. А взять какой-нибудь Kia Rio там или Volkswagen Polo с пробегом 160 тысяч. Да это ужас просто. Поэтому, ну, не путайте. Японские автомобили. Японские автомобили именно для внутреннего рынка Японии. Потому что есть та же самая Subaru, да? Сборка японская, но сборка для Европы. Не для Японии. Разные вещи. Балена у нас стоит. Синий цвет. Редкий автомобиль. 645 тысяч. 16-й год. 1,2. Танта. Не нравится вот такой Kikar тем, что высокая крыша здесь. Высокая крыша, высокая посадка. 465 тысяч. Комплектация простенькая. А вчера взяли в максималке за 470. Здесь пробег 96 тысяч. Corolla Rumi он 10-й год. Полторашка. 720 тысяч. На этой неделе хочу снять видео. Планирую, по крайней мере, снять видео по доставке, по отправке автомобилей. Потому что цена растет. Вообще, по обстановке, что происходит в транспортных компаниях. Поэтому, друзья, ну, сразу хочу сказать, да, если вы хотите приобрести японский автомобиль, вам придется подождать. Большие. Очень большая очередь на отправку. Вот тут какая-то японка ездила. Какие-то стразы. Я не понимаю людей, которые лепят вот такие вот значки на автомобиле. Ну, это же некрасиво. Инсайт. Десятый год. 630 тысяч. Сузуки Солио. Комплектация простенькая. 4WD. Есть гибридные версии автомобилей. Семнадцатый год. Стоимость 690 тысяч. Еще один Рактис. 665 тысяч. Вот это версия 1.3. Там наверху у нас стояла полторашка. А здесь объем двигателя 1.3. Склад резины. Так, ну что у нас еще интересного есть? Есть у нас ИСТ. 785 тысяч. Автомобиль 4WD. Я вам знаете, что хочу сказать. Появилось больше автомобилей именно водовых. 4WD. Солио 4WD. 675 тысяч. Еще одна Солио. 650 тысяч. Семнадцатый год. Тойота Паса. 465 тысяч. Это старый кузов. Далее стоит Сузуки Свифт. 720 тысяч. Стоит Тойота Паса. Это Дайхатсу Бун. 520 тысяч. Малиновый цвет. Порто 4WD. Это Спейд. 835 тысяч. Семнадцатый год. 4WD. Друзья, вот такое небольшое видео получилось. Стояночки. Дальше больше. Видео будет выходить я думаю, три раза в неделю. Поэтому не забываем подписаться на канал. Как обычно. Палец вверх, палец вниз. Кто как хочет. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Субтитры сделал DimaTorzok